привет мои дорогие им привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга манар лордс и мы с вами продолжаем у нас идет деградация у нас условия не выполнены в двух домах а именно в этом они не не добираются до еды и если не выполнить условия это дом у нас деградирует кроме того у нас еще какой-то дом и этот аван то что муж там кур поставить аникоз давай мы им сделаем курятник может быть его знает тогда у них будет еда хотя бы хотя бы куры будут ой тут все не очень хорошо давайте строите курятник делать яичницу хоть что-то с едой у нас какая-то засада мы на одних яблоках живем и понятно что этим не нравится третьего уровня домам зиму пережить надо как ты я уже стала закупать немножко женичку вот она у нас тут но мне кажется сюда надо поставить человека давайте вот так вот поставим чтобы они быстрее все развозили кроме всего прочего я построила еще одну стойку где она тут у меня было для быка вот и закажем сюда лошадь давай вала закажем вот пусть они подвозят в принципе я могу еще наверно одну лошадь заказать может быть сюда могу и лошадь заказать а через 30 дней только 1 вот на рекс одежда не построили я включила опять чтоб делали одежду потому что одежда у нас тут тоже о 32 уже нет с полками а что у нас сальном не на и ткань ну вроде бы как-то все есть и более того наша армия как видите тоже вооружается пикинеры и у нас уже полно копий и полно щитов но все плохо с едой все плохо с едой прокормить такой большой город практически в 200 человек не просто и влияние наше так же растет медленно вот так что да какая-то деградация у нас наблюдается январь месяц ларекса одежда построили давайте ребят и нам нужно строить с едой а еды нет а еды нет пшеница 4 но может вы ее обмолотить и потому что в принципе у нас тут есть народ даже тут лен еще какой то есть дрова уголь всего этого полно но все очень плохо но все очень плохо я прям предчувствую какой-то нехороший кризис у нас пока хозяйство то есть и более того три дома нам надо до 2 уровня улучшить но какие у них у всех нет еды яблоки нас не выручили и овощи они как-то за этот год прямо скажем мало накопили потому что вот сюда никто не заехал сюда никто не заехал курятники наши пополнились людьми да нет тоже нет и кто туда не пошел жить и кто не хочет там жить я уже дома может здесь какой-то рыночек сделать не знаю знаю все это очень плачевно я поставил а вот этот домик я при вас ставила да ну вот сон тоже не имеет запасов еды на рынке да что ж ты будешь делать чем же нам торговать давайте курт возводите нам нужен рынок и мало иметь какое-то несчастное яйцо да а вот у вас что интересно и у этих тоже нету запасов кожа мой ложишь мой что же делать почему нету еды на рынке но этих еще что то есть эти что-то успели урвать яйца этих тоже уже нету никаких припасов у них по моему собственное что то есть да у них собственные куры есть на том и держатся блин я конечно перезапускать компанию можно четыре дома 4 дома без виды ребята два месяца осталось до ягод держать это все так печально блин слушай деньги идут давай-ка я пшеницу наверно больше буду закупать но что делать в 10 она дорогая что еще из еды мы можем закупать такого чтобы как-то продержаться мясо да давай так все не хорошо и хлеб даже если и поступает кстати хлеб а подожди хлеб не на мельнице есть человек если что да сам отдельно это понятно общая печень и все с ларьками которые пустуют эти ларьки потому что там нету хлеба вот эта система выставления ларьков вот смотри у него есть ларек занимает место но он здесь пустой получается так вот смотри это что ларек а мы раздоровали вот ларек с едой ну вот этот какой-то один несчастных хлебушек есть еще один ларек с едой а с одеждой хорошо чем главное это конечно еда во всем этом великолепие и я очень надеюсь хозяйство третьего уровня найдите где-нибудь еду выкопайте вот у вас огород морковку почему вы не вырастили морковку вас огромный огород и они голодают ну ты посмотри да так дома но на второй уровень я вряд ли кого-то возведу ты не хочешь на второй уровень и хочет а этому одежда не хватает он просто не дошел до одежды так кто еще у нас хочет или может на второй уровень и поэтому тоже еды не хватает до заканчивается заканчивается еда боли дошел что будешь делать февраль месяц никто не хочет к нам ехать потому что еды нет еды нет пусть как то есть но ее нет она вроде есть но ее вроде нет так слушайте а вы кладовая амбар у вас только пиво всякая то ваша еда которая еда а где у вас у вас что нету рынка зерна у него тут появилась да сейчас пусть будем тратить значит деньги на всякое вот это вот слушай мы тут усиленно делаем копия может быть нам начать торговать еще копьями но потому что таком количестве ли нам явно не нужны давай попробуем окташ елки сколько он стоит этот путь вывозить 26 по моему именно а 36 пардон так чтоб сразу всех вооружить если что давай так тогда чем-то казну то надо пополнять и голод и голод что это такое недостаточно припасов где этому поселению не хватает еды или топлива ничего не хватает они мерзнут они голодают а кладовая для материала заполнена а почему не вывозим февраль и здесь я пока ничего не могу начать стройку потому что надо 64 но это безобразие я поставила две башни башни то у нас торжевая не вот эта башня всего лишь 10 бревен ну когда ты все перестраиваешь тебе надо 64 бревна короче я поняла что когда возводишь усадьбу надо сразу все запланировать и строить все сразу иначе каждый раз вот эта перестройка она тратит ресурсов немерено так что ждем когда у нас там наберется древесина не знаю когда на доберется столько сколько там 60 древесины это ужасно вот и я не знаю что делать я хотела идти осваивать другой регион вот этот вот айхенхау но как когда я не могу оставить это поселение тут постоянно нужен глаз да глаз а то мы займемся новым а тут все разбежится и все рухнет и все пропадет весь наш ой прекрасный город мне такое что на прекрасно но тем не менее 5 каверном и расшириться не можем пиво у них есть короче пиво это тоже жидкий хлеб как эти курей завели у них стало что-то получше вот же у вас яйца есть хоть что-то у вас есть но им нужен ларек именно ларек именно еда на рынке понимаешь в чем дело именно еда на рынке чем там курей щипит да он действительно курей щипал а он кормит кормит как-то тебя курятник тут вылез за стенку ой ну что делать ладно ждем так на два месяца уже до еда немножко это мы закупили чего-то мы закупили мясо мы закупили до или мясо фактория поставила все ларьки ларек поставила фактория а вот где они начали ставить ларьки и да тут есть ларек с водой с водой ларек правильно никакого хлеба и воды 1 до нарек с едой досмотри-ка как а тут вроде все хорошо в этом ларьки это тоже ларек с едой и здесь ларек с едой вообще прекрасно и замечательно не хотите улучшиться а что надо одежды вижу у вас одежда и кожа есть и ткань ленина есть просто не дойдет наверно до той одежды да честно говоря я знаю как теперь работает эта игра по большому счету надо было бы начать сначала но ведь жалко бросать смотрите сколько уже всего сделано сколько всего по настроенному сколько всего по насажена а главное все упирается в поля поля я даже не знаю каким образом нам сделать так чтобы всех обработать так слушай сюда жительница мы наверное сюда накажем вала здесь у нас вол есть сладком тоже вот и люди есть людей полно свободных разно шатающихся я даже не знаю куда их назначить по большому счету потому что ну филорама я отключила чтобы у нас скопились эти вот это вот несчастная древесина и все это упирается строительство это несчастная усадьба чему-то 40 вот и опять же конечно все эти бревна возить далеко я не знаю куда они вообще ходят где они рубят они скоро куда-нибудь в соседнюю волость уже уйдут это у нас очень хорошо выкапывают железную руду богатая залеж и она все-таки смотрите уменьшается так вот имеет смысл то делать и и именно глубокой шахтой я думала что ты делаешь глубокую шахту и тут неограниченное будет количество руды но она все равно заканчивается ну сейчас посмотрим насколько она закончится вообще имеет ли смысл тогда уже восемь уже восемь голодают имеет ли смысл вообще сюда идти в эти глубокие шахты и тратить очки развития позволяет добывать ресурсы в течение неограниченного срока написано неограниченного срока поэтому не знаю мне надо было конечно зная вот это идти сюда удваивает урожай я так думаю господи ягода какая фигня до капкан и промысел пассивное поступление мяса обязательно нужно брать и вообще все ну может быть снятие шкур не обязательно вот это вот прям в первую первую очередь плуг вообще не обязательно брать яблоки да яблоки хорошая вещь по поводу этих полей но я пока не знаю и вот тут конечно ходится это я не знаю а вот телега для еды черт возьми нужно прям вот нужно как ни крути вот особенно когда с едой такая засада я думаю что да так мы что у нас больше никто не помер вроде нет голода пока еще никто не помер но голод близко 1 ждем сюда понятно никто не заселиться потому что никто не хочет голодать лошадь нам денег не хватает ну яиц становится чуть-чуть побольше чуть-чуть и какое-то мяско нас все-таки немножко немножко выручает вон даже как-то вроде как поменьше стало желающих но деньги до деньги у нас ают делаем копья почему копья никто не продает одежда у нас пошла на ткани льняная еще есть руда железные заготовки краски подканчиваются потому что да потому что делаем одежду но пускай они сделают одежду за расходы все краски а потом мы посмотрим назначим может быть на краски кого-то вы дошли куда-то куда-нибудь нет они никуда не дошли не по-прежнему у них все плохо ай тем не менее февраль давай тогда пролистнем побыстрее нам делать нечего мы сюда купили уже балла идем знаю где-то ходит наверное что-то делает при весе на очень медленно копится очень медленно и ни о каком расширении речи не идет голодная зима очень голодная они уже забили бревнами быки не вывозят где кстати все валы нашим а почему они здесь почему они не возят ничего это кажется что у нас и дровосеки наши те они они по домам сидят он что-то рубит потихоньку полов у нас дофига они ничего не делают так сюда я вроде тоже вала назначена а еще какая-то семья прибыла но знаете что семья я прям даже не знаю прямо даже не знаю куда вас отправиться всех конечно новоприбывших мы будем отправлять в житнице чтобы заниматься торговля сельским хозяйством торговля имеется ввиду вот эти тут даже еще не вывезли этот несчастный лен еще кто-то присоединился одежда хорошо идет или на ткань тает копья прибавляется почему на сколько никто не покупают я же продаю копья да ну да значит как-то не торопится платные доспехи блин сколько стоит торговый путь но они и стоят в продаже смотри сколько десять уже домов да господи да что что такое помогите феврал феврал самый гнусный месяц нагнали кучу людей чем кормить не знаем хотя я ничего не понимаю по большому счету дофига еды дофига у каждого есть свое хозяйство но не как-то не торопится оттуда брать им нужны вот эта вот система ларьков на на рынке а на рынок ставят не хозяева домов а только производства вот там печь например да вот где они общая печь да вот у них все ларьки потом кто склад да вот он ларьков поставил сколько потом амбар тоже весь с ларьками может мне еще надо ставить склады и амбары чтобы они ставили свои эти палатки я теряюсь в догадках вообще что не так давай попробуем ну я сейчас хочу накопить эту несчастную древесину сколько у меня стоит но мне нужно не склад мне нужен амбар да мне нужен амбар чтобы отсюда сюда не хочет становиться как нету доступа к дороге он не хочет сюда становиться мышь хочет и все грустненько все это все это грустно ставь сюда амбар ладно сейчас придумаю может быть действительно да еще один амбар поставить да что с тобой не так дорога и знаю стоит ли мне здесь сделать дорогу к полю они будут там потом заходить пусть ходят напрямую давай да давай я поставлю амбар конечно вообще бог знает в дело черта на куличках будет спрашивайте меня почему я тут ставлю эту дорогу а ты сюда уже не залезешь спрашивайте меня что я делаю я хочу сюда воткнуть амбар а еще я хочу перед амбаром поставить рыночную площадь вот вот так вот амбар а здесь прямо перед ним рыночную площадь чтоб они знаю но эти какие-то дома эти сюда ходили я надеюсь что здесь рынок какой-то образуется чему-то это таскаешь в одиночку кто-то там нам говорит лица да конечно 11 ларьку да вот давай и рынок вперед очень все печально февраль очень все печально февраль так где у меня вообще лишние люди древесный уголь ну 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 они все с ларьками как вот их увольнять горн можно из горна уволит человека так много нам не надо собирать или кто-то нету никого эту хижину знаешь я ее снесу нафиг да я ее снесу пускай они ходят туда собирают носит просто побольше людей пересена у нас не купится ну вот наконец-то снег сошел стало не так тоскливо музычка какая-то повеселее заиграла но насколько нам это поможет 11 домов голодает никакие закупки мяса и зерна нам не помогают что с животными ну они есть считай что их нет ну что-то генерально думать об об обеспечении пропитания до 200 человек 204 человека это вам не 20 всех прокормить пока не получается амбар а здесь из камней есть давай полно быков визиты сюда камни я вас накупила для чего опять семья прибыла боже мой не надо прибывать мне не нужны люди наступил март что там с ягодами даже здесь ягодами что спаси мной спаси мной где люди он видишь какие-то зерна это то что я покупаю люди где собирают урожай молодцы собирается урожай так давай сюда еще одного увидишь он уже палатку где-то поставил житница недостаточно одного на строительстве поверьте мне все на поля все блин на поля чтобы обработали мне все так травосеки толку с вас никакого одного я сниму с общей печи тоже смысла нету снимать пилорама и итак закрыта солодильня пусть будет один а вот куда снимать углежоков тоже нельзя снимать лесников нельзя они нужны чтобы лес засаживать откуда снимать людей уши солодильный идей ты по-моему уже ничего не делаешь да у нас же нету и чменя да я спива еще за начнет заканчиваться еще одно веселье начнется катастрофа просто катастрофа варёк с едой где вот скажите мне где вы его построили там построили до ладно я это место держу в принципе можно было здесь какое-то сделать рынок но сюда это вообще какой-то угловой рынок ладно этот рынок рассчитан вот как то вот на вот эти вот дома на эти на эти но эти еще не заселились но здесь я не знаю здесь в принципе есть рынок тоже совершенно не пойму как он работает так еще да кто-то давай еще кого-то сюда поставим указом сейчас я вам дам указ я вам сейчас дам указ я знаю какой указ вам дам уровень одобрения идите в задницу подписать указ наш первый и на спит наш первый указ о голодании до одобрения в рыбу вроде как бы и так нормально на локом не нравится не начнет это поле у нас что чему под паром чем под паром это она сейчас под паром пшеница ладно это под паром новые поля в природ вы чё лен где еще было новое поля где-то вот дальнее поле ячмень так и это средний нам нужно пшеница прежде всего это прям вот высший прямо высший высший лен лен еще есть прошлого года высокие вай народ вы чё я вас набрала для чего идет на поля что-то они сразу за ячмень бросились а почему за ячмень вы бросили а сейчас бык пойдет копать вот это да о да и этого это будет три года а второй бычок у меня сюда не пойдет а второй сюда пошел косать нет по моему букет вы себе бар они построили да замечательная за вас рада сюда надо назначить человека мне сейчас строится вроде нечего назначаем сюда человека так что еда вроде как появилась или мы уже деградировали здесь у нас появилась цвета да 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 еда еда к ним пришла а что к нам пришло с ягодами ягоды пока что еще растут я когда еще растут ягоды рано нам надо скопать поля так вот еще кто-то присоединился и кто-то кто-то как отсюда бегом 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 давай еще один сюда вот водички набрал пошел давайте у вас куча вы вот те которые не заселялись не хотели у них же там как раз это минус один хлеб интересно минус два мяса ну вот немножко хлебушку доходит кому 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 ребята давайте давайте о боже о боже как долго вы это будете делать откуда мне еще снимать человека мельница ларька нету на мельнице нужно эти солодильни уже сняли дожди откуда еще снять гор нужен так все углежоги вас тут слишком до хрена блин и дровосеков тоже слишком до хрена не знаю где хотите там и ставьте ваши ларьки давайте все на поля работ на полях у меня еще бездельники сидят можно между прочим лесорубов тоже снять да у нас и так не так много дерева не так много деревьев вернее давай вперед да бык будет не знаю март апрель май сколько он успеет просто огромные поля но это мы сейчас пробуем в принципе конечно в этом году мы должны собрать здесь пшеницу здесь мы должны собрать ячмень я думала что такого поля хватит здесь лен получается из этого поля мы тоже что-то соберем не знаю надо как-то этот год надо как-то выправлять положение у нас сейчас а ты ты голодаешь да так эти притащили сюда пиво ну кстати им пивом то лучше вот они отсюда сюда им лучше таскать так что знаешь что я думаю что на этот амбар я поставлю чтоб они сюда не брали л пускай таскает сюда а этот хоть занимается не знаю чем угодно или хотя подожди если я сейчас тут поставлю начнется опять какой-нибудь сбой еще что-то пусть будет пиво здесь тоже так смотри этот бычок кто-то докапывает ну потому что апрель апрель человек пришел на работу работа да нефиг денег у нас нету и не будет потому что мы продукты закупаем и будем закупать пока вон 10 пшеницы уже обмолачивают так бык ты куда пошел только не говори мне что ты так эти тут а чё не доделали то блин сейчас бык пойдет сюда да чё не доделали я ничего не поняла почему не доделали так они пошли лен на самом деле нам этот сейчас лен прямо скажем особо нафиг не нужен ваш этот ли он несчастный но не его пошли засад засеивать 1 а бык теперь здесь копает ну нет бык ну как же так то тут же так уже все скопано и смотри он вот так вот вскапывают то есть сейчас все ложь ходить так или до какого-то призраку дурдом ой какой дурдом не видать нам ячменя не видать нам пиво не видать как своих ушей народ что делает народ все тут засела почему он там не докопал я не знаю бросил на бык а новая семья прибыла да да ох ох пшеница ну да если удастся конечно обработать это поле то у нас будет очень много пшеницы и если удастся обработать этот ячмень боже какой дурдом как он это делает как он это делает нет это надо поправлять в игре однозначно это такая трата я так жалею действительно не берите плуг лук нафиг не нужен вообще не нужен ну если только вот вы не хотите потом в одобрение вот эти пекарни я тоже не могу понять нафиг нуру то есть и дом назначаешь в дом эту пекарню смысл еще никакого смысла я не вижу надо в эту ветку идти это такое деловые навыки отменяет тариф на ввозимый товар что делает их дешевле то есть он в холостую вот это вот все идет потом тут тук и опять в холостую идет ну что это исправьте немедленно я понимаю что меня никто это голос вопиющего в пустыне и вся толпа людей при этом стоит все две фермы у меня ничего не делают и что-то делают из дома что они там что-то обмолотили скорее всего и вот это вот но можно же было же начинать сеять но нет катастрофа это катастрофа друзьям и зато какие-то силы оказывается горочка я не видела и конечно он когда-то закончит может быть в мае засеять они явно не успеют зато тут смотри ожидается довольно хороший урожай пшеницы неплохо делать это потом посмотрим что мы поставим на зиму глядя вот что ты тут сейчас делаешь что ты тут делаешь господи давай уже доделай доделает это поле ни о какой войне ни о чем вообще не может идти речь ни о каких завоеваниях когда у тебя голодный народ и холодный а тебе холодно и еще дольше тут яблоньки цветут красота можно конечно назначить ранний сбор урожая а вот они пошли наконец-то собирать свои несчастные овощи яйца и яблоки есть мясо мы подкупаем поэтому голод мы пережили боже мой мы пережили голод я слабо в это верю я прям слабо в это верю но мы его пережили все на поля да надо две житницы иметь и надо снимать вот этих вот валов я уже об этом говорила но убеждаюсь еще раз и просто просто какая-то ерунда но я надеюсь сейчас все жители марта-май ребята нам остался месяц неполный уже для того чтобы все это с допахать и засеять иначе это все будет напрасно давай заканчивай заканчивая крутиться на одном месте чтоб тебе пусто было все это не все не все он еще тут не докрутился он еще что-то не докрутил так все наконец-то посев посев народ бегом в припрыжку туда на поле на поле в припрыжку вроде они пошли в припрыжку а это они не успеют это не успеет слишком большой и особенно вот это вот походу вот этого вала нельзя вот так вот начать с краю и пошел сюда туда сюда туда это продуктивно потому что он спахал и он вот столько идет в холостую потом полосочку и опять все поле в холостую это как вообще это кто это придумал ну смотри это они сейчас быстро засеют ячмени нас я уже почти уверена что будет такое 5 с ней нам осталось майских надо поле они сделали молодцы молодцы этого молодцы вот когда много когда h2 смотрите h2 и житница у нас полная народа они это делают быстрее чем этот несчастный чертов бык вот давайте сколько ему осталось одну полоску и ци или все-таки 2 нарек с едой поставили интересно где здесь опять же все еще май все еще май лезет и закончила ты закончила в конце концов нет видишь он еще последних водку делает народ не разбегаемся быстро на поля быстро эта пшеница ну что ты делаешь там уже все вспахано это невыносимо это ужасно все 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 сеять быстро бегом бегом все кучи так туда уже нет расставить они уже тут все на максимуме но мы не успеем вот это поле мы точно не успеем засеять чё одобрение падает налогообложение идите в жуку прошу прощения но я злая блин я злая на эти механики убирать надо баллов вообще давай никаких валов это пустая трата времени и если знать заранее очков лучше б я действительно купила повозку с едой вот это вот иностранные поставщики вот смотри как они раз и все и вспахали бы они также сама испахали бы они точно так же быстро как они час засеивают два полных дома вот этих вот работников житницы все все молодцы блин вообще армия крестьянская армия всех сильней супер прямо замечательно все пошла расти пшеница столько нервов мне это стоило так ну ладно мы вас вы молодцы конечно но вас отсюда всех увольняем оставляем парочку человек 14 бездельников и тут то было щава у меня пойдете все пирог на ягоды во вторых красильщик один будет гор нет угольщик нет тут ладно так пилораму открываем лес то вырос сюда ставим человека здесь лесника 2 здесь 2 лесника так ну-ка дай-ка я гляну это что у нас солодильня сюда назначаем иначе я забуду ну вот как-то так как-то так ух дать я выдохнул все равно у кого-то одобрения нету никакого я могу между прочим назначить ранний сбор пшеница могу я назначить собрать ранний урожай но готовность культур 89 пусть еще чуть-чуть чуть-чуть позреет каких припасов недостаточно где дать и пока у нас суть для дела мы можем начать тут строительство наконец что будешь делать а когда у меня будет 64 бревна наверное никогда правильно потому что доски закончились а доски закончились почему что мы делаем из досок надо закрывать наверно ну да мы же делаем деревянные детали с бусом ой верно надо закрывать торговлю деревянными деталями вот пока что закрывать пилораму и закрывать столярку все и копить бревна так но пока у нас все более менее давай-ка посмотрим все-таки на развитие нам нужно еще минимум одно хозяйство второго уровня про 3 я уже молчу третьим уровнем я не знаю когда мы станем станем мы когда-нибудь третьим уровнем как все очень плохо уровнем уровне никто не хочет становиться может ты от нам недостаточно еды так ну ладно тогда я не знаю июнь июль давай-ка я в июле наступит июль и я назначу все-таки ранний сбор урожая это у нас поле это у нас пшеница у нее 91 до назначаем ранний сбор урожая 122 вперед давай народ вас там немного но вы должны справиться я был более того чего немного у меня вас куко всяких бездельников рет он собирает ранний урожай а следующий год до будет под паром пусть будет под паром вот часы посмотрим что у нас получится с этого будешь собирать вообще урожай да смотри идут 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 на сбор урожая ну да потому что нас не выручают и ягоды не яйца не закупаемое мясо в нас ничего не выручает надо перестать закупать вот это вот все пусть торгуют чем угодно но только не пшеницы они сейчас быстренько тут все это уберут я вот думаю что назначить на следующий год наверно все таки придется под паром держать до потом наверно опять ну ячмень до отлично отлично замечательно и осенью мы еще соберем пшеничку она конечно не будет такая богу не будет такой богатый урожай а ячмень у нас сколько вырос 93 давай немножко подождем мы его тоже наверно ранний сбор подожди что одежда у нас все еще работает одежда партняжная рожь хорош 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 так что с красками вот красок да ладно краски пускай тогда сделаю вообще чего делается она тоже какой-то груз она там несет ладно ладно я надеюсь они обмолотят там все она был бы хорош только когда собирать все это но они сами все соберут тетка 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 ставьте лего покоя это у вас такая зарядка вот и я не скрою убегаю трусцовую забавный бак это такая стоит слушай ты год давай говорит уже уже бери уже я надеюсь он как-нибудь там очухается так а вы здесь надеюсь соберете всю пшеницу которая здесь еще лежит а 31 это как-то странно вы вроде носите а не увеличивается число это почему потому что тут застрял кто-то в телеге или как я вот смотри кто-то пошел а вот это ритуал это ритуал плодородие надо очень много поприседать с тележкой только потом с ней все собирать на поле он видишь дошел на приседался а как-то здесь не увеличивается ничего почему ну вот они сейчас принесли типа с поля да а почему не увеличивается это странно очень странно ну вот ритуал тележки и плодородия закончен все пошли или считается 131 это где на полях то есть все вместе может быть так это считается скорее всего что так оно и есть а а вы тут конечно взяли по одному снопику о как надо брать далее там у нас еще вторая бежит с тележка нет уже не бежит у нас ритуал закончился до ритуал закончился все отлично замечательно сейчас они закончат с пшеницей я их переведу на ранний сбор ячменя готовность сто процентов тем более чок нет ой подожди ребята вы че делаете вы че делаете она же под паром или вы собираетесь ее засеять отчаянные колхозники давай-ка я сюда еще одного поставлю можно вообще всех поставить потому что делать им нечего ладно пусть скопают я только не поняла как они что они собираются делать надо только мне убрать этот ранний урожай наверно и они собираются его сейчас засеивать ладно давай посмотрим за ними да игра полна сюрпризов как ни крути постоянно что-то что-то да да странное получается давай давай в принципе видите как они хорошо и быстро справляются когда я кто-то тьма народа нагнана никакой волны сравнится для вала надо вот вот такой вот клочок четверть этого поля тогда еще нормально если как-то плодородие повышалось поле от того что волк скопал с плугом так это тоже не кажется не собирается тут опять сеять пшеницу да да они опять его засеивают в июле а вот в чем дело дело в том что это был сбор урожая а пшеница то еще значилось ладно ладно так не расходимся не расходимся идем молотим молотим все что набрали быстро молотим здесь так они сделают молодцы молодцы зерно пошло мука сейчас пойдет хлеб начнет печься потому что не овощи не ягоды и яйца даже не яблоки нас не спасают да у нас 4 голодных дома по черту вы голодные скажите пожалуйста почему не поднимите жопу свою и не дойдете дар мать к здесь должен же быть ларюк что бомбаре у нас в амбаре только пиво блин так все пошло 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 пшеница обмолотилась зерно появилась мельница у меня по моему работают да 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 мельница работает пекарня тоже так что да вот все мука мука понеслась понеслось понеслось ура товарищи так ладно давай займемся ячменем кстати наверняка лен то у нас тоже сто процентов ну смотри-ка как наши лесники хорошо постарались посмотрите-ка посмотрите какие молодцы наши лесники мука надо ли мы эту область давать давай дадим потому что они как-то сажают на маленькую область давай мы им зададим вот вообще такую вот так а вот этим они тоже довольно на маленькую область сажают насколько я вижу можете прямо вот так вот сажать не стесняйтесь так ну что у нас тут происходит а ну да и они опять его засеивают я не знаю насколько это хорошо но хлеб у нас стал появляться но тем не менее 8 домов да что ж такое это почему вы не можете найти себе еду я ничего не понимаю и да то есть и яблоки и яйца и хлеб вот пошли ну я когда ягод мало это наверное все дело в красивыми да ну да или в чем дело у как они все ягоды выбрали оба оба вот это жрать короче ягоды нам не подмога друзья ягоды это очевидно только для краски можно забыть про ягоды как источник пищи здесь ранее урожай так вы это засели этот понимаю да ладно или не засели еще засели дождик разыгрался вот все никаких быков моментально моментально все происходит другую сторону что они сейчас засели убирать будут не осенью нажай 0 давай посмотрим когда они это собираются убирать и написано когда рабочая зона пустует ну да только одного человека на травку я когда они все вымели вообще подчистую просто подчистую ну я надеюсь я очень надеюсь что он сто пятьдесят пять муки всего лишь один мельник нам намолол а пиво у нас подбавляется солод пошел все прекрасно надо делать огроменные поля просто огроменные поля и тогда дело пойдет подожди а это то почему убираешь ты чё делаешь упс ладно а я не поняла валюты собрали вот я упустила глаз на глаз нужен как вообще вот заниматься другим регионом еще чем-то вот руб ребята у у и а и и и и и и и и и что вам будет куда все это складывать амбар почему-то у нас тут листочки хранят и муху этим все еще не нравится этим это дом вообще отщепенец у него нету рынка под боком хотя вот он тут есть но тут никто не строит эти дурацкие ларьки собственно говоря здесь тоже никто не строит строится нечего здесь как-то получше пошло слушай я нет не могу на второй уровень почему этим одежда не хватает меня это все напрягает это еды не хватает этим этим еды не хватает вообще ничего не хватает тебе всего хватает от каска мастерская я хватает всего так это уже второго уровня да может на третий уровень и вот какое я жрать хочу ну что делать сми я не знаю ткацкая мастерская то подожди это амбар где ткацкая и что-то делаешь но что-то делает да может быть поставить 2 человека тогда не откроют еще один ларек не знаю где отлично отлично вот теперь вот теперь что ячмень что жениться которая с еще не все обманулась и так понимаю меня устраивает вполне лена не собрали отсюда до собрали а здесь еще не собираемся собирать а здесь еще у нас не выросло что сколько о 472 дня это я не понял да нет они его собирают просто очевидно не все там были еще на обмолоть еще на чем-то наемники 225 человек живет в нашем прекрасном городе да быть городом не просто друзья вот видите что творится творится катастрофа я так думаю что до следующего года мне хватит поэтому давай подумаем что мы будем собирать так это у нас что засеяно нет не засеяно ячмень я я запуталась я уже запуталась в полях это пшеница у нас вроде под паром явно не ячмень будет явно будет я не знаю что угодно пшеница или под паром наверно так что здесь у нас ну вот на самом-то поле нет вроде да не надо никакой ранний урожай потом пшеница а потом под паром вся к 1 процент уже пол уже получше так здесь у нас что сейчас она под паром потом там будет а вернее под паром будет пшеница а потом будет да тоже под паром так они что пошли копать они пошли копать на зиму слушай какие молодцы молодцы что у нас тут пшеница дамы собрали ее потом под паром а потом к непонятно ставим так как есть что у нас сольном лентом и че тут покопали поковыряли оставили железная руда хорош тебя там дофига иди давай работа сюда потому что что-то как-то очень-очень много всего его нужно дровосеки ладно углежоги я склоняюсь к смысле из хотя из теории вот этих ларьков что надо ставить не одно предприятие а несколько они просто больше ставили ларьков красить по моему у тебя тут ничего делать ягод а нету до свидания красильщик иди-ка ты на поля октябрь-ноябрь и там декабрь ну что ж я очень надеюсь что мы должны пережить эту зиму нас ячменя полно пшеница полно дело вроде как идет дело движется они начали тут скапывать а не знаю дозреет ли он или не особо он собирается дозревать так что у нас пусто да я знаю я знаю я знаю и мы даже уберем отсюда собирателя и поставим его опять в житлицу игра сохранена видите как это быстро все происходит это еще по-моему сейчас не все здесь собрались там кто-то там с поля носит и так далее вот это не сравнится ни с каким быком елки с палками да блинную ткань делают отлично так что у нас с одежды одежды тоже дофига пива дофига почему 0 травы и травы-то 0 у нас трава только что не говорите мне что сейчас вы будете болеть свой у нас нет травы и у нас слушай слышь ты голодный вот у тебя напротив амбар блин у этого амбара куча еды а вы тут забывается голодным они смотрят что-то а теперь качме ему не когда дайте качме мне нужен один домик один хотя бы домик второго уровня у нас кто-нибудь вообще может это так а эти домики вы можете на второй уровень перейти нет не могут ты не может может ты да ловить счастливый момент и так это значит будет двадцать три мне еще один надо мне надо так чтобы потом если все будет хорошо второй уровень довести до третьего и до третьего мне нужно четыре дома соответственно не надо чтобы у меня было двадцать четыре хозяйства второго уровня вот вот и сложности и сложности давай ты тоже улучшайся улучшайся они все-таки как-то успевает сюда добежать хоть казалось бы они где-то там на задворках но они чувствуют себя гораздо лучше чем вот это вот может просто у меня сейчас начался приток еды да смотри хлеб а денег все еще мало почему а потому что мясо потому что мы покупаем мясо я бы не стал это сделать деньги все-таки нужны мы всякие там копья чего только не продаем торговля и до 15 копеек не торгуем все никаких мясо чего не нравится почему 90 процентов налоги налоги вам не нравится вот дали как работают крестьяне огромное поле они уже раз и все все и засели надеюсь потом они пойдут на лен убирать его вы пойдете или как они как-то странно его тут ковырнули такие ой че-то как это неохота и так сойдет все эти ли вот это все эти ли она пошли следующее поле копать все моментально это у нас тут пшеница все следующий год у нас пшеницей тоже обеспечен хотя и не такой высокий урожай это у нас земля под фаром написано ячмень но я фиг его знает может лен а это что мы жениться это пшеница подожди это если лен это у нас будет пар нет все таки не лен все таки это будет у нас чертов ячмень ладно тоже смотрим моментально их быки подвели ли быки подвели пошли копать блин декабрь все мы не собрали ли он вот чертова не собрали ли он что все таки соберете ли он посадите в это поле ячменное вот этим не но они не соберут уже лен да кто пошли это дровосек сюда пошли кто это они охотники пропал лен ой-яй-яй-яй это непонятка вышла абсолютно с этим льном и ведь такое поле было хорошие елки так жалко давай ранний урожай декабрь вперед ой ну может все таки получится народ нет народ заберите в этот ли он не щас и они не собирают в декабре они вообще ничего не собираются делать декабря не в лучшем случае обмолочит пшеницу ну ладно у нас есть 98 льняной ткани я думаю что нам до весны должно хватить у нас полно хлеба то нет дали да все лен был обречен ладно друзья давайте мы в этой серии с вами попрощаемся на этом погибшем поле а ведь это был первый год здесь был офигительный должен был быть офигительный урожай и льна но нет но нет видите как не старайся как не смотри как не крутись где-нибудь да что-нибудь накосячиться а вот с корзинкой находите чего за хлебом со зрелищами у нас опять зима нам надо прожить эту зиму голодную надеюсь что все-таки нам хватит этой еды и вроде и хлеб и овощи как-то побольше под собрались вроде как и яблоки у нас кстати второй наш сад вот это да тоже видите уже теперь большие яблони уже яблоньки побольше и вот еще у нас от кстати где-то а и вот это старый сад старый сад у нас всего три сада не было этого мало такую араву на 225 сортов ладно друзья посмотрим я с вами увижу следующей серии на всем кто посмотрел эту огромнейшее спасибо всего вам хорошего и пока 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 а